В общем, получилось так, что ко мне пришло осознание, вот после 9 месяцев, после всей этой большой работы, которая была, у меня было всё время какое-то как жжение такое в груди, которое в итоге отзывалось на раки. И это жжение было про разные вот несправедливости, которые произошли со мной, с моей семьёй, а потом меня также триггерили разные несправедливости вообще, там, против женщин, насилия против детей в общем, или там какие-то вещи происходили, меня это сразу там как-то втягивало в это, или кто-то меня злил, я очень тоже втягивалась в какие-то тоже эмоционирование такое, которое у меня там прям такое всё трясло изнутри, а также связанное там, например, тоже с творчеством, тоже кто-то что-то сделает, и меня тоже туда, вот, я тоже должна это сделать обязательно. Вот, и вот пару дней назад я ехала на джем, прекрасный свой, и вдруг на меня какое-то такое всё-таки понимание с ней спустилось, и я поняла, что я не должна вовлекаться в разные вещи, которые меня ввлекает что-то внешнее, то есть чьи-то какие-то злости не значит, что я должна злиться, чьё-то кто-то что-то там даже интересное сделает, это не значит, что я должна обижать это сразу делать, что я должна больше слушать себя, и больше смотреть, что моя душа хочет, больше общаться сама с собой, сейчас я с разными медитациями присоединяюсь к себе, и позволяю таким образом себе как-то самовыражаться, потому что, в принципе, у меня по дефолту это всё заткнуть всё вовнутрь, всё запихнуть в коробочку, завязать-перевязать, застегнуть, всё. И вот такое понимание ко мне пришло, и я сразу же, у меня мгновенно что-то как-то внутри успокоилось, что-то вроде как какой-то гештальт закрылся, причём большой. И у тебя не было? И с одной стороны я прям обрадовалась, и меня это как-то вывело из вот этой бездны, вот этой злобы, обиды, обиды главное, вот эта обида. И бежать что-то делать тоже основывается на обиде, потому что я тоже чувствую себя какой-то обделённой, и мне нужно бежать для того, чтобы что-то там предъявить, что-то представить из себя, по-другому я никто. Вот, и это было вроде бы очень хорошо, я даже порадовалась, поделилась с подругами, друзьями о том, что у меня произошло. Но что происходит? У меня как будто бы закрылась вот эта пропасть, над которой я стояла всё это время. Я даже не только стояла, я в неё летела, в эту пропасть вместе со своим раком, и вот эти чувства, все поглощающие обиды, они утягивали меня туда. И сейчас я почувствовала, как будто бы я вышла, как будто я случайно выскочила из этой пропасти. Я как будто бы сейчас стою на её краю, и как будто бы крышкой пытаюсь эту пропасть прикрыть. Вот, но дело в том, что с того момента, а у меня прям за неделю до этого, у меня стала спина болеть сильно, у меня вываливались эти позвонки в разные стороны, боли в пояснице, я там делала упражнения, была на каком-то курсе, тоже сделала упражнения, ещё больше, у меня что-то начало всё там тянуть, и всё, то шею у меня там вытянуло, то в груди что-то там, то с позвоночника. И сейчас позвоночник абсолютно стал на всё место, он стал у меня зацентрованный, стал сильный, мышцы все в тонусе, то есть у меня как будто бы мышцы не держали этот позвоночник, я как будто вся развалилась. Сейчас, да, всё вроде бы стало на место, но заметим, что происходит сейчас. Сейчас я только закрываю глаза спать, и на меня идут сны, то есть моё подсознание, оно да, со мной очень сильно сейчас разговаривает, посылает сны, прям сон за сном. И вот один из первых снов это было, что я встречаюсь со всей своей семьёй, и то есть они мне, подсознание мне напоминает о своей семье, о моей семье. И там и мама, и моя сестра покойная, и отец покойный, в общем, и всё. И в этом же сне меня мама моя опять унижает и обижает, и покашляет ей Аллочка, обижает и говорит мне, что я для неё никто, и что она меня сейчас там унизит, и ничего за это не будет. Вот такие вот разные, это я просыпаюсь с чувством всё-таки, да, обиды. То есть я закрываю обиду, и в реальности, то есть я чувствую тоже, что вот эти вот жжения в районе груди, которое у меня было, вот эта вот пульсация, сжимание урака, которое у меня было, когда я чувствовала какие-то тяжёлые чувства, это всё прекратилось. И на физическом уровне это прекратилось. Но теперь у меня подсознание прямо вообще меня бомбит. Вот. И всё равно я проснулась с ощущением до обиды. И теперь я засыпаю, и мне снятся очень такие беспокойные сны, назовём их так. Я просыпаюсь, потом я не могу заснуть. А, и ещё у меня я вся какая-то сонная, такая слабая, вот такая в последнее время. Как бы я вроде спокойная, и вроде бы и силы есть, но я какая-то вся сонная. В общем, моральные вот эти разные вещи, которые происходят, у меня, они просто вообще моментально вылетают на какие-то другие уровни, в общем, на психосоматику, на тело. Вообще, короче, сейчас я вылетела вообще что-то в другое. Я ещё пытаюсь осмотреться, пытаюсь понять, что происходит. Не до конца всё это хорошо. Всё равно вот подсознание моё не сильно довольно. Душа моя не сильно довольна. Я буду с медитациями буду ещё обращаться. К ним буду пытаться разбирать и беседовать. Вот, и один из снов там, после того, как у меня был этот сон с родителями, я с сыном, как будто бы, мы пошли, там был склон, и на склоне сидела собачка с каким-то бантиком. Она должна была, и она, там пропасть была как бы, и она вот с этим бантиком висела над пропастью. И мы, а нам самим опасно туда спускаться, и мы лезем туда потихонечку, и чтобы спасти эту собачку. И мы туда доходим, к этому краю, и уже, а собачка, пока мы слазим, собачка уже пропадает там внутри. И потом, когда мы туда подходим к краю, то мы видим, как сидит огромная-огромная такая жирная кошка, и она, и там нет, и другие ещё в сторонке сидят, и она что-то доедает. И ощущение такое, что она доедает вот эту маленькую собачку. Это собачка Йоркшир вот такая, у нас у соседей такая собачка, две собачки, в общем. И вроде бы вторая убежала, спаслась, а вот эту вот съели. То есть вот такое ощущение опять пропасти, опасности, кто-то кого-то съедает, мы не успеваем. Вот это вот общие такие настроения у меня в этих снах. Вот если вы видите, у меня тоже вот такое отсунувшееся лицо сразу, это мгновенно влияет как бы на состояние тела, вот тонус общий. Просто у меня это просто мгновенно. Я не знаю, что это. Я это отношу тоже к своему этому гену. Мне кажется, что вот этот ген, он BRCA1, он способствует быстрому развитию рака ещё и в молодом возрасте. Почему, мне кажется? Потому что посмотрите, насколько быстро работает вот эта вот связь у меня между мысль, подсознание и тело. Просто мгновенно, душа. Мгновенно. И в общем вот так. Сейчас я нахожусь в таком этапе, и я чувствую, что рак вроде сдувается. Я его меньше чувствую. И по идее он должен быть как-то, мне кажется, это должно лучше повлиять на него. То есть, мне кажется, он должен уменьшаться постепенно. По длине он всё такой же, но в ширину он станет прям значительно меньше. Посмотрим, что будет дальше. Но моё моральное состояние, оно не сильно хорошее. Как бы мне ничего плохого не происходит, но меня как будто действительно накрыли крышкой плоской. И ничего не... Я как будто бы мало что чувствую. Я не чувствую сейчас боли, но я и не чувствую какой-то радости творчества. Я не чувствую каких-то мыслей. Не чувствую каких-то инсайтов. Вот как у меня всё это время с меня просто пёрло-пёрло с меня инсайтами. Этого не происходит сейчас совсем. Не знаю, просто не знаю, что там будет. Кто-то свалился в эту пропасть. Кто-то успел убежать. Какое-то ощущение горечи. Какое-то ощущение обиды ещё есть. И в общем вот. И у меня вернулись... Вот это какое-то беспокойство ночное. И утром я просыпаюсь в 5 часов утра. То есть душу, да, что-то беспокоит. Я, конечно, вообще несчастлива. Вот что я могу сказать. И как ни странно, вместе с той болью, которая у меня была раньше, я чувствовала себя более живой. Сейчас я не чувствую себя живой. То есть где-то какие-то защиты перекрылись. Вот. Опять. И вот что происходит. Будем смотреть дальше. Короче, очень непросто. Какая-то новая драма. Новый какой-то этап разворачивается. Тут непонятный. Совершенно мне непонятный. Продолжение следует...